Дональд Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от Республиканской партии. Его конкуренты Тед Круз и Джон Кейсик сегодня сошли с дистанции после поражения на праймерис в Индиане. Их решение стало неожиданным для многих. Неделю назад Круз и Кейсик объявили о создании политического альянса с целью остановить Трампа. Но их тактика результатов не принесла. Как теперь будет развиваться предвыборная кампания в США? Значит ли это, что Трамп автоматически получает номинацию от партии? Эти вопросы я адресу ему коллеги Евгению Маслову. Он следит за ходом праймерис и сейчас присоединяется к нам в прямом эфире. Женя, приветствую. Вам слова. Приветствую, Валера. Свешилось то, о чем уже давно говорили американские политологи. Дональд Трамп остался единственным претендентом от Республиканской партии. Вот так выглядит сегодня первая полоса газеты New York Post. Фотография Трампа и надпись «Вы можете поверить, он номинант». Это прогнозировали, но никто не ожидал, что все произойдет после праймерис в Индиане. Тед Круз еще накануне яростно набрасывался на Трампа, называл его патологическим мужицом и говорил, что его нужно остановить. Но вечером, после того, как стали известны результаты первичных выборов в Индиане, и там Трамп одержал внушительную победу, Круз сделал официальное заявление о том, что прекращает борьбу и сходит с дистанции, объяснив своим сторонникам, почему он решился на этот шаг. Я с самого начала говорил, что пойду до самого конца, если только будет путь к победе. Сегодня я с сожалением говорю, что, похоже, этот путь закрыт. С тяжелым сердцем, но с безграничным оптимизмом относительно долговременного будущего нашей страны мы прекращаем нашу кампанию. В ходе первичных выборов в Индиане Трамп заручился поддержкой более чем 54% голосов избирателей. За Круза голоса отдали около 32%. Третье место на праймере в Индиане занял губернатор Огайо Джон Кейсик. У него 10% голосов. Круз практически потерял шансы на то, чтобы выдвинуться в президент от республиканцев. У миллиардера более 1000 голосов партийных делегатов. У Теда Круза 572, у Кейсика примерно 156. Для выдвижения к кандидатам от республиканцев претенденту необходимо 1237 голосов делегатов. Стратегия Круза и Кейсика объединиться и тянуть вместе голоса у Трампа, чтобы он не смог набрать необходимое для автоматической номинации количество делегатов партийного съезда, не сработало. Джон Кейсик еще не сделал официально заявление, но все американские СМИ со ссылкой на источники в окружении кандидата сообщают, что он принял решение также покинуть гонку официально, заявит об этом уже ближе к вечеру. Трамп, разумеется, чувствует себя триумфатором, но при этом поступок Теда Круза назвал мужественным. Я не знаю, нравлюсь я ему или нет, но он чертовский конкурент. Он стойкий, умный парень. Мы должны сохранить единство в республиканской партии. Мы хотим это сделать. Для того, чтобы Трамп был признан официально номинантом республиканской партии, все равно необходимо решение съезда, партийного съезда. Республиканский праймерис продолжится, на них будет определяться судьба делегатов. Трампу технически все равно нужно набрать еще более 200 голосов делегатов. Но в отсутствие альтернатив он, скорее всего, получит эту номинацию на съезде. Что касается итогов праймерис в идеале у демократов, то здесь первое место занял Берни Сандерс, опередив Хилари Клинтон. Но принципиально это не изменило у демократов расклад. Клинтон значительно опережает Сандерса по количеству делегатов. У нее их вместе с суперделегатами уже более 2200. У Сандерса чуть более 1400. Заветное число у демократов для получения номинации – это голоса 2383 делегатов. Клинтон уже близка, но Сандерс не сдается, покидать гонку он не намерен. Любопытно, что согласно опросам, результаты которых сегодня опубликуют пресса в США, в случае, если оппонентами на выборах президента будут именно Клинтон и Трамп, то пока Клинтон опережает Трампа более чем на 10%. И они уже, оба кандидата, готовятся к борьбе друг с другом. Валера. Спасибо, Женя. Мой коллега Евгений Маслов о сенсационных изменениях в гонке за место президента США. Продолжение следует...